Валерий Курас Добрый день! Добрый день! Валерий Курас Хорошо, вас не буду снимать Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Доброго дня, С Гурас Доброго дня Валерий Курас Валерий Курас Видите, почему мы приезжаем к вас Нас турбует то, что Сбербанк, тот, что находится на России, начали принимать паспорты ДНР и ОНР. Как вы до этого относитесь, скажите, пожалуйста. Мы работаем на территории Украины за украинским законодательством. Я, конечно, понимаю, что террорист не приедет с паспортом ДНР и ОНР до вас, не брать какие-то кредиты, или что. Скажите, пожалуйста, вы же имеете отношение к Сбербанку, который находится в России. Так, как Сбербанк, вы же дочка Сбербанку России. Кому вы так творите? Я бы поректовалюсь моему керівництву, который находится в Киеве. Так, в Киеве, но отношение же мое Сбербанк, этот Сбербанк, до Сбербанка России. В отношение мое. Так. И вы считаете, что это нормально, что там выдают паспорты? Я работаю в украинском Сбербанке, который работает за законом Украинского национального банка. А еще, может быть, у вас чуть ли не Путин тогда получается, если так. Ни. Ни? Ни. Ну, вот все в нас люди знают, что Путин там хио. Вы так же это поддержите, или нет? Я работаю в украинском Сбербанке. Наш банк работает аполитично. Мы до политики не имеем никакого способа. Ну, смотрите, я работаю в Сбербанку, смотрите, она дает кредиты, все в до ЛНР, все в до ДНР, я не понимаю, что это вообще. И у вас, сбербанк, и очень важно, что кредиты этим человеком, этим террористам. Сбербанк, террористам, террористам Сбербанк надает кредиты, террористам Сбербанк. Який Сбербанк? Розумієте? Війни не могут быть. Там в другой стране один, а там в стране інший. Можете? Не могут так говорить. Нет, подождите, если так говорить, то вы тогда не поддержите политику России тут. Не поддержите или поддержите? Я работаю ради своих клиентов, которые работают в Украине. Поза этой установкой, так? И если вы выйдете на дверь, то вы можете так же сказать, что Путин пио, так? Можете это сказать? Я політикою не занимаюсь. Моя работа – это банковская справа и экономика. Все, мы вас понимаем. Только, смотрите, теперь нас. Мы хотим, чтобы ваш банк передали ваше, чтобы он закрылся и выезжал из территории Плата, а потом Украину. Вы можете подавать до Национального банка Украины, который регламентует нашу деятельность. И еще, смотрите, это, я так думаю, наша не последняя встреча. Мы вам принесли оцю гарную торбинку, чтобы вы паковали свои речи. Мы тут оставим ее. У вас тут буквально. Мы не приходили сюда, чтобы мы не приходили к вам с торбинками. У вас уже были речи спакованы. И мы первый раз сделаем. Мы допоможем вам вывезти речи из этой строительства. Будуацка, передайте вашему руководству, что в нашем городе, в других местах, громадность против работы Сбербанка в Украине. Я вас хочу. Дякуем. А, это можно, да? До следующих встреч. Сорбинька, заберите, пожалуйста. Нет, нет, мы вас оставим. Это вам, со мной. Это вам. А вы в этой банке идете? А че вы? Чего еще в банке нет? Вы поддерживаете террористов? Это российский банк. Они никому ввезут в Россию и все. Так, ну и на обзамок мы им. Так что, два нации. Смерть порогов. Сегодня, 9 марта 2017 года, я стал случайным очевидцем, ну, вот такой вот акции возле Сбербанка. Граждане пришли и выразили свое мнение вот таким вот образом. Ууууууууу!